Ой-ой-ой-ой, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, и сегодня у нас Битва Замков, я продолжаю выпускать позже всех видео, которые впоследствии не будут набирать просмотров, но ничего, антихайп, Битва Замков, нам плевать на просмотры, нам плевать на лайки, нам на всё плевать, вот, ну ничего страшного, усаживайтесь поудобнее, сегодня хочу обсудить тему, понимаете, позитивную тему. В коем-то веке можно поговорить о лучах позитива в Битве Замков, как вы знаете, иногда можно найти в файлах игры очень прикольные штуки, а бывает не прикольные, то есть два месяца назад ребята в файлах игры нашли описание умений 15 уровня, как вы знаете, вот два месяца прошло, и нам в этом обновлении добавили 15 умения, что очень грустно, очень печально, Ну я надеюсь, мы это переживём, но также иногда бывают плюсы, вот сейчас ребята покопались в файлах игры и нашли там описание новой локации, причём самое интересное, не просто локации, а гильдийные локации. Это по сути та вещь, которую мы реально ждём, гильдии всё-таки заставляют игроков оставаться в игре, играть, соревноваться, тусоваться, и вот всё в таком же духе. И давайте сегодня поговорим по поводу этого. Лучик надежды у нас появился, да, я конечно сейчас буду позитивно, наверное, обо всём разговаривать, но тем не менее не забывайте, что у разработчиков есть определённый талант. Талант такой достался им, наверное, не с самого рождения, они его зарабатывали трудом, непосильным, талант всё портит. Даже самые прикольные и классные начинания они зачастую портят, мы это наблюдаем с линии обороны. Но, ребятушки, не суть. Давай, кстати, да, информацию, информацию раздобыли, как я понимаю, клуб игроков Castle Clash, есть это всё дело и во Вконтакте, и в Телеграме, но я не знаю, те, кто на моём канале, уже давно подписаны на эти ресурсы, это хорошие новостные ресурсы, там, где, ребят, вы можете много для себя нового узнавать, и что самое главное, самыми первыми. Вот, ну шо, шо, ребят, погнали? Во-первых, вот так вот будет выглядеть иконка, иконка всего этого действия. Вот, к примеру, если мы заходим в события гильдии, вот, видите, скоро будет, вот эта вот вещь висит постоянно, скоро будет, но я не знаю, как я начал игру, всегда тут иконка, скоро будет. Да, потом добавили битву за факел, битву гильдий добавили, атаку фортов, и вот пришла какая-то четвёртая локация, точнее, придёт, и она, скорее всего, придёт через два месяца, но главное, что придёт, потому если кто-то собирался сейчас бросать игру, подождите, ребят, не бросайте. У нас ещё есть надежда на что-то более-менее интересное, причём там, так, замок в огне, всё, всё прикольно выглядит, всё достаточно интересно, вот. Ну что у нас в описании, да, тут ребята копались, информацию искали. Так, смотри, какая фишечка, куда это я всё потерял-то, а? Блин, зашёл в их телеграм-канал, не суть. Выяснение отношений между двумя гильдиями, ну это как бы такой первоначальный перевод, мы не знаем, как это всё дело будет называться. Немножко нам удалось узнать про эту локацию, новая, которая будет в следующем или через несколько обновлений. Описание геймплея. Гильдийские войны предназначены для выяснения сил и отстаивания интересов. Сражение происходит после объявления войны в обозначенной локации, где присутствуют только члены участвующих гильдий. При этом происходит разделение на две команды, каждая из которых присваивается свой цвет, например, синий и красный. Конечно, целью такого ивента может быть захват контрольных точек или флагов, уничтожение базы противника или уничтожение всех игроков. Ну, слушай, что-то интересное, конечно, напоминает отдалённо о атаке фартов, но, тем не менее, почему бы и нет, а это завораживает, прям, прям, прям прикольно. Основные правила. Нужен хороший онлайн во время события, кто бы сомневался. Обязательно слушать командира, выполнять указания и идти по координатам, где вы больше всего нужны. Атака, защита. Ну, вот реально, вот напоминает атаку фартов, ребята. Я не знаю, как это будет реализовано. Изучить свои тактики для атаки и защиты. Тактика зависит от типа сражения, которое определяет перед началом GVG. Вот как-то так вот это у китайцев называется. Лидеры, вице и командиры должны постоянно мониторить за происходящим на поле боя. Вот. Причём, причём, я не знаю, вот сейчас вам показать это всё. Давай, давай, давай попытаюсь, ребят, показать. Допустим, захват экрана. Секунду. А где ты? У меня тут есть захват экрана? Вот, есть захват экрана. Смотрите, вот так вот это примерно будет выглядеть. Что это? Зачем? Ну, вот, как бы такой вот скрин найден. Ну, то есть, команду, я не знаю, или с шести, или с девяти героев будем собирать. Ну, как-то всё интересненько, но боюсь, боюсь того момента, что возможно, возможно, это будет, скажем так, какой-то калькой с атаки фартов за предели, там, и лабиринта. Получилось хоть что-то сделать по новой локации. Здесь можно создавать три команды, либо шесть, или девять пачек. Ну, то есть, не пачек, а героев, я думаю, в команде. Показ талантов, показ ЛВЛ-героев, показ прорыва. Ждём следующую обнову, так как папки ГВГ нет. Все пути ведут туда с ПНГшками. Если что-то будет, сразу дадим вам знать. Короче, ситуация заключается в том, что, возможно, ну, не добавят это в следующее обновление. Я более чем уверен, потому что, ну, пройдёт месяца два-три. Вот обычно, когда находились какие-то сливы, какие-то файлы, вот когда это было по поводу того, что добавят четырнадцатые умения героям, когда это было по поводу того, что добавят пятнадцатые умения героям, проходило минимум два месяца. То есть, мы находили, и потом два месяца проходило. Возможно, возможно, ко мне сейчас пришла дочь. Солнышко, я сейчас уже иду. Подождите чуть-чуть. Хорошо. Вот, мне уже высказывают требования, какую вкусняшку ещё хотят покушать. Ладненько, ребят, продолжаем, и я уже буду заканчивать видео, потому что меня ждут. Меня ждут, а я тут сижу с вами. Но вы ещё, наверное, лайк даже не поставили. И как бы не раньше, чем через два месяца мы это увидим, а может быть и через три. Единственный момент, что есть надежда на то, что в файлах игры, в следующем обновлении уже, появится, возможно, ещё какая-то информация. Это было бы невероятно круто. Но, опять же, не суть. Потому ждём как минимум два месяца. И тогда появится новая локация, и это было бы круто. Вообще, по факту, вот по факту. Чё я жду от разработчиков? Ну, вот у нас гильдия. Вот у нас гильдия, перестроили локацию. Это не суть хаб гильдии, да. То есть, ребят, если что, вступаем в хулиганы. Но, как бы, здесь можно всяких статистик добавить. Каких-то отдельных наград для гильдии, зависящих от топа. Каких-то внутри гильдийных приколов. Не знаю, просто скопировать всё с Clash of Clans. С той же Castle Clash 2, ребята, да. То есть, там очень много интересных моментов реализовано в гильдии. Но почему-то это сюда ничего не копируется. Да, они добавят, как бы, эту локацию новую. Это, наверное, будет неплохо. И мне даже, наверное, плевать на награду. Но главное, чтобы это было реально интересно. И всё равно разработчикам нужно какой-то стимул, какую-то мотивацию добавлять игрокам именно в гильдиях. Чтобы, во-первых, гильдии объединялись. Чтобы какие-то награды, бонусы, локации зависели от того, на каком месте гильдия находится в топе. Чтобы у игроков был стимул качать силу. Чтобы у игроков был стимул качать гильдию. Чтобы этих гильдий стало меньше. Но они стали бы более равными по силе. Тогда, конечно, момент подбора на атаке фартов и на битве гильдий изменился бы. То есть, просто вариации, что изменить в лучшую сторону, в гильдиях великое множество. Я до сих пор не понимаю, почему разработчики так и не дошли своими скудными мозгами до момента того, что... До понимания того, что в игре держат коллектив. В игре держат гильдии. И это та вещь, за счет которой они могут вытянуть эту игру и продолжать зарабатывать свои бабулеса. Но нужно немножко постараться. Они добавляют зачем-то эти 15 умения, непонятные локации, которые становятся сломанными уже буквально через 1-2 обновления. Понимаете? А нужно просто усиливать и делать интересными гильдийные локации. Менять там награды, добавлять статистики. Я уже начинаю повторяться, ребят. Ну, очень-очень много вещей. Очень много идей, которые можно просто добавить. Ну, то есть, я уже молчу. Я разговаривал вот там... Ладно, не буду говорить, с кем я разговаривал. Но предлагал просто обмолвусь по поводу того, что просто тупо можно делать какие-нибудь здания. Ну, как здания. К примеру, какие-нибудь статы. Вот ты занял первое место на Архидемоне. У тебя здесь открывается возможность построить здание в виде украшения. И там, где у тебя будет медалька, что ты там первое место на Архидемоне занял. К примеру, твоя гильдия зашла в топ-1 по силе. То есть, каждый игрок этой гильдии может себе вот это вот украшение поставить, да? Ну, опять же, если, к примеру, он в гильдии пробудет не меньше там двух месяцев. Ну, вот что-нибудь такое. И то есть, таких вариаций, даже в виде просто ачивок каких-то, может существовать невероятное множество. Но разработчики даже по поводу ачивок уже забыли. Ну, то есть, они вроде как бы есть, а вроде как бы их нет. И всем на них давно плевать. Ну, то есть, понимаете, в чем проблема? Вот. Так что ждем эти два месяца. Надеюсь, именно два месяца. И тогда, может быть, у нас возобновится интерес играть в эту игру. Может быть, мы не будем так сильно хуесосить, как обычно разработчиков. Мне хотелось бы в это верить. Мне хотелось бы в это надеяться. Я надеюсь, вы так же, как и я, переживаете за эту игру. Но, честно вам скажу, сил у меня становится все меньше. Всем удачи. И пока. Даже монтировать не буду так выложу. Субтитры сделал DimaTorzok